И всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы начинаем новую серию туториалов по анимации Contribbles. Я уже выпускал такие туториалы далеко не раз, но мне не нравится ни качество звука, ни само качество этих видео. Поэтому решил сделать наконец-таки последний раз серию из нескольких видео от начала и до конца, так сказать, все по созданию анимации Contribbles, маппинга, озвучки, монтажа. Будем учиться рисовать самих Contribbles, анимировать их, рисовать фоны, рисовать предметы, выстрел из ружья и все такое. Итак, делаем это все в программе Animate. Для начала выбираем размер экрана. Ну, я это буду делать в Full HD, вы можете выбрать какое угодно, но я рекомендую Full HD. Здесь мы выбираем частоту кадров, это либо 24, либо 30, можете в принципе 60. Вообще можно сколько угодно, но, так сказать, есть стандартные, 24, 30, 60. Я буду делать 24 кадра. Нажимаем создать. У нас появляется наша рабочая область. Вот здесь будет происходить вся анимация. Здесь у нас идет таймлайн, наша линия анимации и слои. Для начала давайте создадим побольше слоев. Думаю, столько должно хватить. Самый нижний, это у нас будет тень. Потом у нас идет флаг. Потом герб, если он имеется на флаге. Потом слой маски. Маска. Потом контур бола. Так, с этим мы разберемся дальше потом. Давайте сразу сгруппируем все это в папочку. Назовем ее бол. И закинем все в папку. Так будет удобнее. Итак, начнем с контура. Выбираем на временной шкале контур. Так, давайте чуть-чуть пониже. Вот так вот. Выбираем эллипс. Вот здесь вот, где цвет заливки, мы убираем полностью. Цвет контура. Черный оставим. И просто рисуем эллипс. Но у нас тут контуры слишком тонкие. Надо сделать их пожирнее. Я, как любитель вообще жирных контуров, буду делать их капец какими жирными. Вот примерно вот так вот. Ну, просто круг это неинтересно. Поэтому нам надо придать ему форму. Просто вот так вот берем. И делаем что-то похожее на круг. Ну, уже не такой-то и ровный круг. Вот примерно вот так у нас получается наш бол. Дальше поставим замочек, чтобы мы не могли это случайно сдвинуть. И сделаем флаг. У меня уже в папке все есть. Будем делать Швейцарию. Вот у нас красный у нее флаг и белый крестик. Крест нам будем вставлять на слой герба, потому что это будет удобнее при анимации. Именно сейчас решили за окном начать ездить машины. Итак, нажимаем на где флаг замочек, чтобы мы не могли ничего сделать. Переходим на вкладку герб. И вставляем наш герб. Ну, это скорее элемент флага. Опять-таки повторюсь, мы его на отдельный слой только для того, чтобы упростить нам потом анимацию. Пихаем его где-то по центру. Примерно вот так это должно выглядеть. По центру он стоит. По-моему, по центру. Опять-таки нажимаем в замочек. Переходим на слой маска. Нажимаем правой кнопкой мыши. Маска. Теперь у нас в маске находится герб, и сюда же мы поставим флаг. Убираем замочек со слой маска. Переходим. И надо закрасить всю внутреннюю область нашего округа. Ну, бола. Выбираем цвет заливки. Белый. И просто закрашиваем всю внутреннюю область. Отлично. Мы полностью закрасили. Вопрос, зачем мы это сделали? Все, что находится в маске, вот все, что закрашено, оно будет показываться на анимации. Все, что за пределами, то есть вот эти вот красные хреновины за болом, они показываться не будут. Нажимаем на замочек. Вот примерно так это будет выглядеть. Смотрим, чтобы мы ничего тут не пропустили. Все закрасили. Отлично. Вот так вот выглядит наш бол. Настало время нарисовать ему глаза. Итак, далее мы будем рисовать глаза нашему болу. Создаем новый слой. Называем его левый глаз. Так, левый глаз. Ну, он левый. Тут уже как хотите, либо левый от бола, либо левый от нас. Я обычно делаю от себя, типа левый и правый. Итак, выбираем цвет заливки белый, цвет контура черный. И рисуем глаз. Так, надо контур сделать чуть поменьше. Сколько у нас сейчас 20? Давайте попробуем на 15. Да, нормально, самое то. Размер надо только чуть поменьше, наверное. Нет, вот это так. Так, давайте посмотрим, как это будет выглядеть, когда их будет 2. Вот где-то так. Нормально. Так, убираем вот этот глаз. Будем работать только с этим пока что. Итак, выделяем его и нажимаем F8. И называем глаз. Выбираем тип графика. Окей. Все, мы преобразовали наш глаз в символ. Так, я сейчас вспомнил, что мы не сделали тень для нашего бола. Ну ладно, это мы сделаем чуть попозже. Итак, для начала надо зайти внутрь нашего символа. Нажимаем 2 раза правой кнопкой мыши, и мы заходим внутрь нашего глаза. Здесь мы будем делать ему анимацию. Значит, давайте сразу нажмем по первому кадру и создадим анимацию формы. Так. Удалим нижние кадры. Нет, добавим. Нажимаем F5, чтобы добавить больше промежуточных кадров. Останавливаемся вот здесь вот, и здесь мы поменяем ему эмоцию. Будем делать агрессивную эмоцию. Естественно, в Швейцарии у нас же самая агрессивная страна. Просто берем и делаем злую эмоцию. Вот как-то так. Теперь она вот так у нас покадрово будет меняться. И давайте еще добавим F5 промежуточных кадров. Ой, сильно много. Нажимаем F6, чтобы создать ключевой кадр. И вот здесь мы редактируем еще вот это вот. Чуть-чуть ее вот так вот. Для этого сильно много. Я создал промежуточных кадров. Давайте поменьше. Вот как-то так. Отлично. Вот все эмоции наших глаз. Можете просто вот посмотреть и примерно такое повторить. Выходим из нашего глаза. Но, как видите, ничего не поменялось. Заходим в выбор кадра. Нажимаем на глаз. Потом заходим в выбор кадра. И здесь с цикла ставим на один кадр. И вот все наши кадры внутри символа. Давайте теперь скопируем наш глаз. Создадим новый слой. Назвем его правый глаз. Правый глаз. Вставим сюда наш глаз. И теперь зайдем в модификации. Преобразование. Отразить слева направо. Вроде ровно. Итак, давайте теперь добавим тень для нашего була. Выбираем инструмент овал. Контур мы убираем. А заливку выбираем черную. И вот здесь вот выбираем прозрачность на 40. Итак, рисуем нашу тень. Ее надо, естественно, так же отцентровать. Так, надо увеличить размер. Она сильно маленькая. Наверное, трохи приплюснуть еще. Ну, как-то так. Теперь мы нажимаем на нашу тень. Нажимаем F8. Пишем тень. Тень. И выбираем тип фрагмент ролика. Все, теперь это у нас символ типа фрагмент ролика. Нажимаем на него. Заходим в свойства. Фильтры. Добавляем фильтр. Размытие. И здесь размытие по иксу и по игреку. Каждый где-то на 40. Это, думаю, должно хватить. Вот так вот. Вот такая вот у нас получается тень. Таким же способом можно, в принципе, добавить тень на сам болт. Естественно, запихнув его тоже в маску. Высшие флага и герба. А можно и для флага, и для герба, в принципе, отдельные. Делать тени тут уже как кому угодно. Так, сейчас мы будем анимировать наш болт. Для начала давайте сделаем, чтобы он поменял эмоции. Повернул направо и пошел. Для того, чтобы добавить эмоции, убираем замочки с глаз. Для начала к слевому. Приблизим дрожки. Давайте поставим несколько промежуточных кадров. Добавим ключевой. Выбираем наш глаз. Заходим в выбор кадра. И постепенно каждый кадр меняем эмоции. Выбираем и ставим ключевой кадр. И так, пока не выберем нужную нам эмоцию. Вот как это получается. Достаточно плавненько, красивенько. То же самое нам надо повторить со вторым глазом. Так, выбираем. И меняем эмоцию. Все. Давайте отдалим и посмотрим, как это выглядит будет у нас. Нормально. Теперь надо сделать так, чтобы он повернулся. Убираем замочки с глаз и с герба. Из-за того, что у нас тут маска, мы ни хрена не видим. Поэтому надо отключить видимость маски. Вот так вот. Жмем на герб. Так же ставим ключевой кадр. Давайте сделаем несколько промежуточных. Снова поставим ключевые кадры. И сделаем их. Создадим классическую анимацию движения на кадрах глаз и на кадре герба. Создаем промежуточные кадры. Вот, думаю, столько должно хватить. И ключевые снова. Выбираем герб вместе с глазами. И слегка их приплюскиваем. И несем в правый бок. Вот как-то так это у нас будет выглядеть. Наверное, сильно быстро. Вот так вот. Давайте поставим везде замочки. И посмотрим, как это у нас будет выглядеть. Также можно добавить, так сказать, трошки объемности. Для этого заходим сюда, в центр примерно. И добавляем еще ключевые кадры. Только добавить их нам надо везде, пожалуй, кроме тени. Так. Здесь везде ставим начальные. Создадим классическую анимацию движения на всех кадрах. В конце ключевые кадры. Уберем везде замочки. Выделяем. Вот эту вот фиговину, которая по центру, перетаскиваем в самый низ. И чуть-чуть приплюскиваем. Так. Также я забыл стенью провернуть. Немножечко другое, но похожее. Также в центр ставим. И чуть-чуть ее... Чуть-чуть ее растягиваем. Вот так вот примерно. Ставим везде замочки. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот так вот. Вот так уже более красивенько, на мой взгляд. Отлично. Теперь надо сделать, чтобы наш болт пошел. Итак, ставим промежуточные кадры. Примерно вот досюда, я думаю, должно хватить. Ставим ключевой кадр везде в конце. Надо убрать замочки. Выделяем все. И просто передвигаем за, так сказать, рабочую область. Так. Не сильно быстро, наверное. А хотя... Нормально. Учитывая то, что из-за того, что я записываю при просмотре видео, у меня сейчас проседает частота кадров. Так что вполне себе. Хотя нет. Давайте все-таки добавим. Чуть-чуть. Пойдет. Так, как же сделать, чтобы он, типа, не просто плыл, а шел? Для этого надо на равном расстоянии, примерно вот таком, создать ключевые кадры. Давайте сделаем это. Так. Примерно вот так вот. Ух ты ж, блин, как уже все. На глаз идеально попадаю на ровное расстояние. Правда, мне кажется, надо было его делать все-таки поменьше трохи. Ну да ладно. Мы выделяем все, кроме тени. Давайте сразу замочек на тень поставим, чтобы случайно не выделить. Выделили. Эту фигуру напускаем вниз, а Бола чуть-чуть вверх. На следующем кадре не трогаем, а на следующих опять мы вверх его. Опять-таки следующие не трогаем, на следующих вверх. Следующие не трогаем, а на следующих опять-таки куда? Правильно, вверх. Вот так вот. Давайте поставим замочки и посмотрим, как это выглядит. Давайте с самого начала. Опять-таки, возможно, оно будет глючить, потому что частота кадров проседает из-за записи. Да, 13, 12. О, е-моё. В самом, после обработки оно, естественно, будет выглядеть нормально. Так, на сегодня, думаю, мы закончим. Видео будет выходить каждую среду. В следующем ролике мы займёмся, я не знаю, наверное, озвучкой и обработкой звука. Расскажу про микрофоны, какие лучше взять, какие лучше не трогать. Как записать звук, как его вставить в программу. Ну, возможно, так первичную обработку звука устроим. Потом будем учиться рисовать фон. Ну, в принципе, я всё это уже говорил. Итак, какой же надо компьютер для того, чтобы всем этим заняться? Ну, первые свои видео я делал в Macromedia Flash Professional 8, по-моему. Тогда у меня было 2 гигабайта оперативной памяти, какая-то видеокарта-затычка на 512 мегабайт и двухъядерный процессор 2.6 ГГц, по-моему. Потом уже 4 гигабайта оперативной памяти, видюха, опять-таки, старенькая затычка GT220 и трёхъядерный процессор на 3.6 ГГц, по-моему. Сейчас у меня NVIDIA GTX 750 Ti, 8 гигабайта оперативной памяти и четырёхъядерный процессор на 3.2 ГГц, по-моему, если не ошибаюсь. Но процессор я хочу себе обновить до шестиядерного. В принципе, как вы видите, мощность компьютера, типа, вообще не влияет. Просто, если не вы анимейте, то делайте это во флэша. Там, конечно, многих из нужных нам функций не будет, но, типа, хоть что-то вы сделать уже сможете. Ну, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!